Всем привет, друзья! Мост Патона перед нами. Машин нельзя сказать, что меньше. Третий день карантина официальный. У меня второй. Что вам сказать, это жесть, конечно. Серьезные блогеры выступают. И в принципе правильно говорят. Как жить? Где брать деньги? Я не знаю, это... Ну, такая там неделя. Ну, даже две еще могут люди протянуть. Хотя даже две будет сложно. Что будет дальше, непонятно. А пик заболеваемости будет явно позже. В общем, известный блогер дал статистические данные с утра. Я смотрел его. Зовут его Александр. Гидропарк там. В общем... Не зазеленело еще не так красиво. Все равно красиво. Говорит, 20 февраля в Италии было 29 заболевших. На сейчас 36 тысяч. И там уже погибших, умерших какое-то число нереальное. То ли 2, то ли 4. Ну, больше двух было. Я последний раз слышал. А кто-то мне сказал, что уже 4. Ну, там какой-то в геометрической прогрессии это все возрастает. Просто, конечно, печально. Ну, при нашем уровне медицины. Медицины и всего остального. Люди не понимают на самом деле. Ну, вообще, психология примерно одинаковая. Она у нас чуть-чуть отличается. Но, в общем и целом, похоже. Там тоже люди как-то не осознавали. Теперь не могут на улицу выйти просто. Просто выйти на улицу. У нас пока, видите, машин сегодня вроде как на глаз чуть-чуть меньше. Хотя, объективно, сложно сказать. Это надо смотреть в одно и то же время. Но тут всегда много. Мне вот на эту заправку слева АНП надо попасть. Сейчас, чтобы заработать. Сейчас вам скажу. 3 доллара. Да, 3 доллара я даже там чуть ли не меньше 3 долларов. Тут надо сюда доехать. Взять 2 банки масла. Сейчас там за доставку люди сказали, еще что-то дадут. Короче, не знаю. Чем это все закончится. Но пока грустно очень. Пока очень грустно. Чтобы не нарушать. Вот мне надо налево попасть. Надо ехать вперед, развернуться. Там где-то разрыв сейчас будет. И вернуться обратно. Так, развязка построена. Строят дом тут. Какое-то было коммунальное предприятие. Поливальные машины стояли. Что-то такое. Трактора. Строят дом. Так, ну вот тут мы у них и развернемся. Хотя тут не очень удобно. У нас же почти внедорожник. БХ-7. Это ж... Да, строят центр продажу. Вообще, на самом деле, очень все серьезно. Полные маршрутки каких-то бабушек, дедушек. Куда они едут? У них пенсия. Ну, понятно, у каждого какие-то есть свои дела. Но, блин, не знаю. Там статистика с бородачом созванивался. Вчера или позавчера? Вчера. Он говорит, статистика в возрасте, ну, в молодом возрасте вообще практически там меньше процента. До 50 лет там что-то процент. 1,1 процента, что ли. Ну, а там уже кто старше, кто старше, там жестче на самом деле все. То есть, пожилым людям вообще лучше не выходить. Как кто-то говорил, надежда на молодежь, что привезут, помогут, спасут. Смотрите, давайте пока тут красный я вам покажу. Ноутбук лежит. Видео я вам почти сделал, следующую серию пока ждал покупателей. Это жесть, не знаю. Вот, давайте я вам так, чтобы мы запомнили количество машин. Ну, в принципе, стандартный режим. Вот это бульвар Дружбы Народов. Вот он туда вправо идет, это в сторону центра. Влево мост Патона. Ну, такой движ обычный, обычный стандартный движ наш. Велосипедисты ездят. Хотел я на велосипеде поехать, но пока нет времени, надо до ДБРа доехать, на этих так называемых полицейских, написать заявление. Звонил с утра товарищ мой, который 16 лет проработал в ГАИ. Ну, он просто в шоке, он это увидел. Я вчера в Фейсбуке опубликовал, там, кстати, кто не подписан, точнее, кто не заходил, зайдите или подпишитесь на меня. Руслан Каркунов, английский Микор Кунов. Я думаю, найдете там гран-чероки на заставке, вы узнаете мою страницу. Зайдите, посмотрите. Там я сделал короткую версию, поотрезал все, что не касается дела. Оставил только, как показываем документы, какие-то там небольшие разговоры, ну и момент самого задержания. Смотрите, что рассказал гаишник со стажем, который просто в шоке, говорит, ну это просто жесть. Говорит, чтобы одеть наручники на человека, вот когда он работал, то, говорит, такие должны быть аргументы железные. Что просто, говорит, ну там пьяный убегает, то есть даже пьяный не убегающий, они не одевали. На заправке как-то нет людей. Так, это, это ко мне. В общем, сейчас продолжим позже. Да, вот так работаем. Товарищ привез мне, поставщик привез мне на автобусе. Говорит, ну на машине, ну уже поставил, говорит, не хочу брать. На машине нецелесообразно. Привез мне 6-литровой Хонды оригинальной. Сейчас я человеку отправлю куда-то в другой город. И две банки Орала, на которых меньше 3 долларов я сейчас заработаю. Ну, с доставкой, может что-то, может 3, да, с доставкой. Хотя солярку все равно надо считать, так что. Ну, в общем, полная жесть, полная жесть. Люди не осознают. Руководство, что себе думает, я не знаю. Ну, там проблемы, вы понимаете. В принципе, какое-то все, все на истребление, как специально. И если у итальянцев, ну, хотя у итальянцев пример был, Китай. Но тоже люди несознательно отнеслись изначально. У нас теперь пример рядом. Вот Италия близко. И у нас много людей оттуда приехало и продолжает ехать. Так, ну что, столичное шоссе. Даже один народный депутат заболел. Столичное шоссе. Я про народного депутата вспомнил. Они тут ездят чаще всего по этой дороге. Из дома на работу. Да. Вот развязочка на Дарницкий мост. В общем. Печально, печально. Значит, по поводу, я не рассказал, наверное, прервался. По поводу того, что мой знакомый ГАИшник мне рассказал. Это просто жесть. В общем, говорит, ну, что в его время, когда он работал, не сданный вовремя протокол, то есть, который ты составил сегодня, ты его должен сдать, зарегистрировать. Протокол о нарушении правил. И даже если ты его не сдал всего день в день, то, говорит, лишали там и премии, и надбавок, и всего. Ну, то есть, какая-то была система. Пусть она там, я говорю, ну, она типа была не идеальная, но как-то работала. Он говорит, ну, по сравнению с... А он сталкивается с этим происходящим всем сейчас. Не знаю, там он консультировал молодое поколение в Борисполе конкретно. Говорит, это просто там, понабирали таких людей, говорит. Ну, я не хочу говорить там, когда... Вы понимаете, когда ты говоришь в каком-то состоянии... Как правильно сказать? Да, тут мало машин. Видите, вон там улица. Ну, в принципе, день. Там бассейн, где ребенок тренировался. Один и второй. Все не работает. Все закрыто. В общем, в спокойном состоянии. Не хочется никаких гадостей говорить. Вот едет патрульная машина. Он говорит, я смотрю на эти разбитые машины. Вот сейчас про машину историю расскажу, актуально будет. Говорит, ну, просто жесть вообще. Просто набрали таких людей, которые, ну, вообще, ну, 80% просто не в адеквате. Ну, это вот я... Мы видели, ну, мы видели 100% не в адеквате на моем видео. 100% не в адеквате. В общем, проводит он там обучение персонала, так как у него большой стаж. Я не знаю, ну, не уточнял там, что как. Так, подробностей. Ну, говорит, подъезжает патрулька. Вот такой Prius, как только что был в кадре. Подъезжает Prius. Говорит, слышу, работает. Ну, он тоже много лет на автомобиле. У него там своих несколько автомобилей. Любит, в общем, машины. Неравнодушно к ним относится. Говорит, слышу, как-то работает. Ну, вообще жестко просто. Колбасит ее, тарахтит что-то. Ну, в общем, говорю, а ну, заглуши, говорит, говорю, патрульному. Говорит, что это? Он говорит, да что-то не знаю, работает. Говорит, открой капот. Открывает капот. Говорит, я на щуп. На щупе масла нет. Ну, там на самом дне, говорит, кончики. Он говорит, а когда ты масло менял? Спрашивает патрульного полицейского, нового, молодого, красивого. Он говорит, ну, 30 тысяч назад. А долить, говорит, чего ты не долил масла? Он говорит, так нету. Он говорит, ты что, идиот, говорит. Поставь машину, напиши рапорт. Что, как, ну, вообще, то есть люди элементарного не знают. То есть дали машины, дали форму, дали пистолеты. Вот проблемы там, было парня застрелили как-то. Я понимаю, что он там убегал. Это, ну, все равно, это жесть просто. Опять же, квалификация стрельбы. То есть, где колеса, где человек. Ну, даже если там надо задержать. Это известный случай. Было несколько лет назад, уже года три, наверное, прошло. На БМВ парень был. Такой там хороводы 200 км в час гонялись по всему Киеву. Ну, хорошо это. Ну, ничего хорошего, на самом деле. Ну, в общем, хорошо, что пострадавший один только. Именно это я хотел сказать. То есть, люди не в адеквате полном. Полном. С оружием, с полномочиями. На новых машинах, которые разбито, я не знаю, там, 200 машин, 300 уже. Ну, в Киеве много разбили, а по всей Украине, представляете. Но выводы были сделаны правильно. То есть, вместо того, чтобы дать им там какие-то Ланосы недорогие относительно. Шкоды, которые сборка в Украине тоже, ну, явно дешевле. Купили еще дороже. Купили оутлендеры. Ну, то есть, система, вы понимаете, как это все работает. Причем, аутлендеры были по такой цене куплены. Просто по какой-то... То ли на 20 тысяч долларов дороже на машине, то ли на... Ну, я не хочу говорить, лишь бы что-то говорить. Но дороже, дороже, в общем. Так. Нам надо попасть вот улицу параллельно железной дороге. Сейчас отдать масло. Да, короче, вот такая ситуация. Пока Киев как-то функционирует в плане... В плане автомобили ездят. Что там... Что там дальше, будет непонятно. Что я хотел еще сказать. Показывали, как вчера люди массово трамбуются в автобусы, в маршрутке. Метро закрыто, а на работу ехать надо. Семью кормить надо. За свой счет даже в налоговой сказали. Кто не может доехать, уходите за свой счет. Ну, в общем, полная жесть. Полная жесть. Я попал уже на ту улицу, куда мне надо. Да тут, кстати, живет известный очень один джипер. Сейчас мы ему наберем. И если он на месте, то даже с ним встретимся. Покажем его легендарный автомобиль. Если он на месте, естественно. Так. Джипер. Джипер спит. О, она жесткий график. Он сам жесткий. Машина жесткая. И график жесткий. Такая тянучка здесь. Это в сторону Заболотного. От Чапаевки. Пробочка. Пока что какие-то грузы возят. Грузовиков много. Все работает. Так. Ну что. Пока все, наверное. Всем спасибо. Такая вот обстановка у нас. Хочется верить, что пронесет. Но. Думаю, что. Жесть может начаться полная. Остается только надеяться. Всем пока. Подписываемся. Попытаюсь еще сегодня в ДБР доехать. Все-таки. Написать заявление. На этот беспредел. Просто уже когда звонят люди из этой системы и говорят, что это жесть просто. Ну. Тут уже вопросов вообще, я думаю, ни у кого не должно возникать. Получается просто меня спровоцировали. Он должен был составить, я ему предъявил документы. Он должен был, если, говорит, я нарушил, составляй протокол и все. Какие вопросы. Тебе же все показали. Техпаспорт, водительская. То есть, зачем это было устраивать, непонятно. Еще я поддался на провокацию. Но это уже другой вопрос. Всем пока.